Дельта активов ...отчетный период на сумму, равную альфе основных средств за позапрошлый отчетный период. Это позволяет... ...отдохнуть, не покидая работы. Онлайн-шутер Point Blank. Разритесь! Впервые в рамках девятого сезона Международной лиги интеллекта... ...я вернулся. Друзья, надеюсь, вы меня прекрасно услышите. Ну что ж, у нас вторая карта, кислота Begrip. Совсем скоро начнется. Первого мы видели, выиграли ребята из кислоты, все было хорошо. Что у нас сейчас будет? Давайте посмотрим. Кислота выбирает защиту. Метро. Метро у нас будет. Ну давайте посмотрим на метро. И очень интересно, как кислота с Begrip'ами-то будут здесь играть. Я что-то не припоминаю с прошлого сезона матчей Begrip'ов на метро. По-моему, кроме одного. Может быть, не подводит память, но... ...это будет интересно. Ну, как бы кислоты нужно выиграть метро, и все, три очка в кармане. И против сильного и принципиального соперника топ-16 прошлого сезона Begrip'ы... ...вообще серьезная команда. Так, боюсь крови у нас пока что не готов. Что-то там шифрует. Сейчас, видимо, ребята из кислоты. Ну, что мы увидим? Тут М200 по дефолту будет... ...кто у Begrip'ов. Я хоппер. Замену сделали. Это еще интереснее будет. Ну что ж, друзья, вторая карта. Вторая карта пошла. Begrip против кислоты. Ну и, опять же, напоминаю всем, что если выигрывает сейчас карту кислота, то третья не будет. И это три очка для кислоты. Выход актив. Ну, а Begrip'ам нужно тащить две. Давайте посмотрим изменения. Тимми, Накл, Яхоппер, Домино, Полинг. Лолван, ХП. Заменил Яхоппер. У кислоты тот же состав без изменений. Ливси с М200 работает. Яхоппер. Наемная АВП команды Begrip, как я понял. Ну, либо не наемная, либо из состава. Но под карту. Минус от Домино, минус от Тимми. Begrip'ы выходят. Минус два делает. Вот сейчас Ливси, наконец, начинает попадать. Вот тут Яхоппер не попал. Вообще тяжело с М200 будет им играть при таком пинге, при таком... Я бы не сказал, благах, конечно. Но неприятные. Конечно, когда три палочки. Но, опять же, это будет в одной из сторон. Начало миссии. Так, Энду оф Экзэап от Камелота. Привет. Вот я еще один заметил. Вердикт. Готовимся к Аматорке. ВТ Свиндлер. Что за бешеное сообщение? Ну, готовьтесь, готовьтесь к Аматорке, друзья. Потому что именно через Аматорку можно будет копасть в Суперкубок. Когда-нибудь через конце концов. Ну, давайте, да, действительно, я запишу первый раунд в команде Бегриф и все. Возвращаемся в игру. Смотрим, наверное... Давайте посмотрим, как защищается кислота сейчас. У нас есть... А, уже пошел. Пошел спуск. Кандомино вышел с тиммейтом. Накл дает минус. Ой-ой-ой. Ну, вот, вроде бы, кислота отстрелялась. Возвращаемся снова на... Наверное, на карту. У нас на локомотив полинг Накл будет выходить, по идее. Сейчас увидим, что будет делать Ливси. Как он стянется, куда он пойдет и что он будет смотреть. Но он идет тоже к этому пленту. Он тоже идет к этому пленту. Минус от полинга. Забирает он Ливси. Жучара минус Накл. Жучара один остается. По нему стреляют Якопер со спины. По-моему, маска взлетела в воздух. Либо мне показалось. По-моему, Якоперу сбили маску. Нет, он в маске. Наверное, гильзы отлетали. Но у него 2 хп. Минус. И один на один. Полинг против Жучара. Полинг едет... Волосы назад. Такой мчит на локомотиве. Нет, решил сойти. Все, не понравилось. Станция. Слушайте, ну это просто повезло. Еще с бэкгрипом. 4 хп остается у Полинга. Ему Жучара стрелял в спину. Вообще. Вообще жестокий раунд. 2-0. Ну что ж, забрали. Боюсь крови. Ливси дает минус. Снова спуск пытались выйти. Здесь мистер Майс прикрывает. Ливси дает минус. Кто-то выскочил. Полинг минус. Здесь же Шкоппер с деглом врывался. Ну, такое. Накал один. Питон. Бум. Бум. Не попал. Не попал. Здесь патронов было немного. Граната сзади. 1 хп остался. Да ладно. Повезло. Ну и раунд за кислотой. Довольно быстро. Удалось им сейчас остановить спуск. И как бы все дальше как по накатам пошло. О, тут очень интересно у нас намечается развлечение в бою из крови. Давайте посмотрим. Тут в канале уже есть враги. И готовы, по-моему, выйти они по автомотиву. Двое. Мистер Майс спуск вроде бы как забрал. Мы пока за боюсь крови посмотрим. Продолжаем смотреть. Так, поезд проехал. Читаем тайминг. Ой-ой-ой-ой. За боюсь крови чуть не получил. Все, он запалил только что, что здесь кто-то ломится. Ну а зачем пошел? Я не понимаю. Ну забью. И сразу минус 3. Лол. Такое лол. Ладно. Смотрим. Залився. Он 1 в 3 был. Дал минус. Против Яхопера остается. Не попадает. Ой. Ай. Ой. Какая бешеная дуэль. Пригинается. Нож. Нет. Дигл. Нож. Яхопер застрял. Что такое? Бешеные. Бешеные снайперы. Ну что это такое? Я понимаю, что метро лагает. Но не настолько же, чтобы мозг лагал. Ну парни. Да едешь. Яхопер был мощным. Но Липсе не повезло. Я просто сам по себе знаю. Я не знаю. Просто как... Я знаю, я не знаю. Тоже говорю очень интересно. У меня когда дома запускается карта метро, я просто по дефолту не могу стрелять. Я в принципе представляю, что такое СМ-200, когда ты включаешь зум. Вот на таком... Там где, как у меня, там на ноуте я играю. Не сам у меня еще. У меня очень сложно зум наживать. Я в принципе понимаю, что могло произойти в эти секунды. Ну по-моему здесь просто парни немного кривили. 3-1. 3-1. Атака. За команды Б-грипп. Минус от полинга. Где же опять получили? Как-то кислота на метро, знаете, играет... Играет как я. Как я на метро. Минус боюсь крови. Смотрим за Тимми. Идет спуск. Ой-ой-ой. Ай-ай-ай. Жучара пришел. Вовремя. 4 в 3. Домино получил. Жучара тащит. Там же Полин. Полинка хорошо как-то играет. Парень. Минус от Верхича. 2 в 2. Пояс едет. Никого не сбивает. И пока ситуация более-менее равная. Кислота может в принципе и потащить этот раунд. Надеюсь, что у них получится. Привет. Боюсь крови от Сансея. Он поймет. Он поймет хорошо. На видео посмотрит. Ну а мы продолжаем. Смотрите. Еще один пояс проезжает. На камеры пошел Верхич. Нет. Уже ушел. Ливси между вагонами перекрывает 7200. А что он краску смотрит? А первую и вторую краску смотрит. Хорошо. Накл. Но уже близко. К обзору Ливси. Вот Ливси налево лучше смотреть. Но он сейчас наверное провтыкает этот момент. У него тут такая ситуация, что он смотрит прямо, направо, налево, сзади. Вот сейчас он уже увидел, что прошел игрок. Ну или не увидел. Накл уже в склад прошел, понимаете? А вот тут Яхоппер дуэль. Ну что, вторая дуэль между Яхоппером и Ливси. Кто кого? Тут сейчас такое начнется. Просто рыцарь и джедай. Нет. Ливси в этот раз очень быстро. С третьей попытки минусует Хоппера. Ваг там еще пояс съехал. Все как в Голливусском кино происходило. Ну и Накл. Он ставит бомбу на морозе, а Верхич тайминг ловит. И он поймал. Он поймал. Тайминг. Хорошо. Хэдшот. 3-2. Второй раунд для кислоты. Довольно интересный. Матчик. Митро. И я думаю, что нам тут будет на что посмотреть с вами. Ребят, по поводу игр могу сказать, что вот... Я думаю, из все повторы матчей сегодняшних и... Хайлайты, которые будут в этом сезоне после каждой игры, они будут завтра. Они будут завтра с утра, так что ждите. Ну, возможно, какую-то часть еще успею... Получится залить сегодня. Но я еще проверю, как у меня будет работать мой конвертер. Как у меня будет все здесь обжиматься. Ну, смотрите. В этот раз что-то не вышли вообще бы гриппы. Тут их по линии, по первой, видно одна тушка. Вторая тушка лежит. И вон там дальше, по-моему, третья тушка. Давайте посмотрим за атакой. За Яхоппером посмотрим. А то он сейчас с М200. Ой-ой-ой! Сразу два минуса одновременно. Яхоппер минус боюсь крови. Ну, верхач ты, дружище. Ну, как тебя мог сбить поезд? Ну, ты же играешь поинт-бланк. Ты же считаешь таймер. Ты же считаешь поезда. Я ни с кем не перестреливался. Ну, ведь завтыкал. Завтыкал парни, чтобы попал под поезд. Это, конечно, провал. Вот Ливси один против двоих. Да, вот такой вот важный раунд. Либо 3-3, либо 4-2. Двойное преимущество для бэкгриппов. Конечно, если сейчас полинг и Яхоппер ошибутся, это будет провал. Потому что Ливси, он, в принципе, нежирный. У Ливси здесь всего лишь 37 холсов. И с ним можно быстро на блог гранату бросать. Не хочет. Ай-яй-яй! Как убрали только что Ливси. Минус от Хоппера. 9-2. О, 9-2, что я говорю? 4-2. И бэкгриппы, по-моему, решили свести все на третью карту. Скорее всего, такое может произойти. Но еще увидим, как будет атаковать команда Кислота. Еще посмотрим за них. Ну что ж, минус от Ливси. А что, Тимми тоже пойдет туда сам умирать? Он Тимми на троих выходит. Непонятно. Граната полингу. Ливси, Ливси, Ливси. Ливси мансуется. Полинг все-таки его зажмет. Минус от Домино. Боюсь крови. Тут еще есть в точке где-то. Да, вот он был в локомотиве. Пригинается. Знает, что где-то рядышком есть игрок. Это Домино. Это Домино и Хоппер. Хоппер в канале. Домино слева. Ой-ой-ой. Проброс гранаты. Надо аккуратнее. Боюсь крови играть. Вот Рулот. На Рулот все с ним в спину зайдут. Как будто слышал, либо дали инфу. Нет. Минус от Майса. Хоппер один. Ну и смотрим за Хоппером. Конечно, он тут может очень долго сейчас бродить по карте. Но, скорее всего, это 4-3. Если сейчас не соберутся игроки команды... Точнее, если сейчас не соберется Хоппер. Ни разу достроим с М200. Жизни есть. 110. Как бы немало. Немало. Легко. Все довольно легко. Сейчас было, забрали. Хоппер 4-3. Не потащил. Ну, давайте смотреть за продолжением. Смотрим за Полингом. Он уже... Ой, за Полингом мы не смотрим. Мы смотрели за Майса. Жучара уже дал минус. Полинг также. Боюсь крови. Ну, что тут за дуэль непонятно. Ой, какая граната под себя. Просто насилие от кислоты. Три хедшота подряд. Все, Хоппер один остался. Только успевали, чтобы наслышать, как кому-то черепушку пробивают. Ну и Полинг, конечно. Вообще, он хорошо проводит обе карты. Ну, как бы не скажу, что он там дно какое-то. Но вот последний момент неудачный произошел. Гранату себе сам под ноги кинул. Ну, возможно, он ее кидал с расчетом на то, что его вот так вот будет давить, боюсь крови. И он кинет гранату и взорвет еще, боюсь крови. Но не получилось. Скорее всего, просто не попал. И это 4-4. Ну что, как бы все-таки, наверное, будет очень жесткое метро и очень жесткая вторая половина. Мне кажется, что кислота будет пытаться вытаскивать метро и делать 2-0, потому что уже вытащили довольно сложную игру. О, Верхович убивает из боя. Печаль. Кислота в меньшинстве в последнем раунде первой половины. Хотя можно было сейчас ливнуться. Но я думаю, тут начнется такая машина, что борода. В КСе поставили бы паузу и дождались, пока бы парень вошел в пятом и все. Играли бы 5 на 5. Но пока что паузы нет. Тоже вот надо над ними думать. Может быть, корейцы куда-нибудь сделают нам. Но я прекрасно понимаю и новую, и вообще как вводится пауза. Но уже об этом попозже. Ливсе один остается. Потому что если игры по интернету, то какая пауза? Каждый черт будет второй нажимать паузу. И... Ну, хотя для клан варов, возможно, стоило ее и ввести. Там разрешать или не разрешать. Такую опцию. 5-4 за бэгрип. И мне кажется, что у них есть как бы хороший шанс. Но... Честно, вот... Не буду там... Не хочу быть каким-то злобным там комментатором. Я и сам такой еще полу-нюб по инбланке. Но все-таки мне кажется, что и у кислоты, и у бэгрипов это не самая лучшая карта. Вот точно могу сказать, что... Чувствуется, чувствуется, что что-то им мешает играть на метро. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Ну что, мы будем играть? А, мы Верховича ждем. Забыл. Бедный, бедный Верхович в последнем раунде. Кислота играла действительно в меньшинстве. И 5-4 за бэгрипами. Ну, как бы... В принципе, знаете, при нормальном раскладе защита должна сейчас выиграть. То есть, ну, вообще на этой карте. А у нас здесь выиграла атака 5-4. При правильном раскладе бэгрипы сейчас должны закончить игру там, ну, 10-5, 10-6, либо 10-4. Но, я думаю, что в этом матче будет неправильный расклад. И мне кажется, что кислота также сможет тащить за атаку. И не ясно пока, чем закончится метро. И честно, я еще не знаю, какая третья карта, если она будет. Но есть большая вероятность того, что будет. Ладно. Пока что сделаю небольшой анонс того, что мы будем смотреть дальше. Вот точно могу сказать, что... Ну, дальше мы либо третью карту будем смотреть в этом матче, либо уже в следующий тур. Это игра бэгрип против команды Colors. Ну, в принципе, да, очень напряженная может получиться играть. Украинский дебютант против бэгрипов. Я по-любому хочу за этим смотреть. И, ребят, вот... Не хочу, конечно, ничего плохого говорить о команде R2K. Ребята-дебютанты. Но просто есть вероятность, что я могу R2K вообще не прокомментировать. Потому что в последнем туре может быть очень интересная ситуация. И вот матч кислота Colors, допустим, он будет что-то решать. А матч бэгрип R2K уже может там особо не сильно решать. Ну, поэтому я пока точно вам не гарантирую, какую встречу буду комментировать третий. Вторая точно, это бэгрип Colors. А вот какая будет третья игра, бэгрип R2K, либо кислота Colors, пока что не могу вам сказать. Да, друзья, еще раз напомню всем, что кто мне пишет в мирке на канале pro.pb на QuakeNet, ребят, пишите, пожалуйста, все латиницы, то есть английским шрифтом, потому что есть заглючка в разных версиях. Из-за русских букв. Из-за кириллицы. Что здесь пишут? У тебя в гости сегодня кто-то приедет? Или придет? Ну, пока не планировалось. КС будет сегодня, КСа сегодня не будет, он будет в субботу. Украинский Asus. Так, привет ГГшкам и Лапулечке от Тоса. Здорово, Тос. Так, Морозычу и Кузмичу также привет. Если не трудно, напиши ему. Вдруг подбодрит, и они выиграют. Так, Сансей кому-то напиша. Ага, Морозычу, окей. Мадара 321 и Ридокс Ледраго. Марада вам всем привет. Окей, ребята, хорошо. Так, что в нашем общем чате про ПБ происходит? Здесь бешеный спам. Sounds good. От Кангаро. Привет. Да, ну, короче. Роль Якубовича есть сегодня исполнение на 5. Так, передавай привет кислоте от доброжелателей из Коркина. Окей. Я-то Гангам привет от Лапулечки прочитал. Ребят, ну не спамьте, забаню в обоих. Да, не доходят до парней. Ну, мы ждем тоже возобновления игры, потому что вы видите, что тут... Не хватает игрока у кислоты. Ну, будем ждать верх, чем... Пытается зайти... Вынужденный ребут. Ну что ж, в принципе... Мы можем подождать. Да, про Полинга спросить, точно. Сейчас спросим. Как читать правильно? Полинг или пулинг? Сейчас спросим, сейчас спросим. Бегрипов, спасибо, что мне напоминаете. Я читаю... Читаю все... От вас. Все, что мне переходит в мерку. Что тут еще? При этом ноутсам передает. Таффа, кто тебе стату набивал? А что вам не нравится в моей статье? О боже. Это Таффа во сне так играет просто. Ночами. Так, привет. Бегрипп и Человечина пишет. Удачи им. Привет, клану The Hunters. Тафф, ты все-таки за Бегрипп переживаешь. Ну, че... Я переживаю, если честно, я могу переживать за рекорда. Да вот, так как он такой хороший мой знакомый, могу переживать там за лютого фаршика. Там, он юный задрот просто матовый. Вот, не знаю, кому еще симпатизирую. Панда, вот юный задрот, тоже в порядке такой. АПГ. Да много хороших поинтбланчиков, за которыми интересно смотреть. Конечно же, Роксы. Это вообще за их игрой просто приятно смотреть, так как она команда, которая играет в красивую, интереснейшую игру. Вот Колорс, Ашер Алекс будет пытаться продавить там Суперкубок, тоже очень интересно посмотреть за их выступлением. Вообще, как-то, не знаю, у меня такого нет предпочтения в ПБ. Я за красивую игру. Где-то ганги, как я за них вообще мог забыть там. Это вообще команда, которую очень приятно смотреть из-за их випон билда. Крайне интересного всегда. Ну, в общем, разберемся. В общем, разберемся. Ждем по-прежнему игрока команды Кислота. Это вторая карта. Это просто провал. У нас нету верхыча. Да, мы так, кстати, такими темпами можем тут надолго сегодня с вами задержаться. Ну, в общем, разберемся. Я думаю, это не страшно и в любом случае будет очень интересно посмотреть все карты, которые будут сегодня в мире по инбланк. Напомню, что это первый тур группы С. В рамках Intel Challenge Суперкубка и сегодня будет сыграна вся группа. Вторая карта первого тура. Ну, может быть, две карты, может быть, три карты в этом туре. Непонятно. Опять же, непонятно, какой будет счет после второй. Либо 1-1, либо 2-0. Тролль уже все, три очка заберет себе кислота. Что тут пишут? Правильно. Полинг. Тут уже пошел троллинг. Троллинг. Путиных. Полинг. Что здесь происходит? Полинг. Настоящем. Путиных оценил. Это был мой последний стрим, друзья. Вообще, меня рвет что-то сегодня. Да, наверное, потому что игра не продолжается, а матчи у нас сегодня... Ну, должно быть минимум шесть карт, минимум девять. Максимум девять. Мы сейчас смотрим вторую. То есть, вы понимаете, что сегодня еще игр будет очень много, и как бы плохо, когда такое происходит. Плохо, что не хватает игрока у кислоты сейчас. Что-то случилось вот у Верхача. По последнему раунду его кикнуло, и непонятно вот до сих пор, что будет дальше. Спрашиваю, что сегодня будет RockSkiss. Нет, RockSkiss сыграли в воскресенье. Группа IB уже сыграна. И... Ну, не знаю, ребят, просто, наверное, не следите за последними результатами. Заходите на сайт pb.kiberarena.tv. И там, в принципе, есть все результаты. У нас уже сыграно. Это первый групповой этап. Десятый сезон. Суперкубка Intel Challenge. Уже сыграна две группы IB. В этом сезоне вот первый групповой этап будет просто за неделю практически отыгран. Так вот, результаты группы IB. Тут все просто. Из группы А проходит RockSkiss и украинская команда Unray. Ага, даже вот так вот. Хотя вроде смотрел, что вроде бы бай проходили. Тех поражения Unray против бай. О, ну это провал вообще. Это провал. Что такое? Либо не записали видео, либо что-то запороли бай. Потому что я видел, что бай вроде бы эту игру выиграли. И бай вышли со второго места. Как так? Ого. Надо спросить, что с байами случилось-то. Так, Colors сыграли с R2K. 10-4 на VWG выиграли Colors. 10-5 DC выиграли... А, выиграли R2K. Это все выиграли R2K. Ага. Спасибо. Ну и в принципе мы, наверное, пока что в это время можем потихонечку заполнять, получается, таблицу. У R2K 3 очка. 1 матч. 1 победа. Разница раундов у них получается плюс 6, плюс 5, плюс 11. Ну, вот и первое. Первое хорошее результат для R2K. Для Colors не очень хорошее. Получил Алекс со своей молодой бандой, видимо, очень плотно. Ну и давайте тогда посмотрим, что у нас на данный момент. На данный момент, в принципе, пока что вот такая ситуация. 1 победа у R2K, 1 поражение у Colors. Плюс 11, минус 11. Разница раундов. Ну и, соответственно, 3 очка у R2K. У Colors 0. Но кислота Бэгриб все еще вот играют первую игру между собой. Мы все этот матч смотрим с вами. Точнее, находимся в такой затянувшейся паузе. И по-прежнему нету кислоты. Уже минут 15, наверное, верхочем. Что-то с ним случилось. Клану Догмат. Привет. Дот Госу. Окей. Только не спамь больше. Канал, пожалуйста. Кто-то пропустил мой минус 4. Кип пишет. Так, передай, please, привет клану The Haters. Хейтерс, наверное. Клан Сори. Игрокам Мистер Маус. Тейр 5, 6, 7. Ред Оскар. Всем тоже привет. Ну, нормально. Тут ПБшники развлекаются. Лучше бы что-то спросили жестко. Или рассказали мне там, как обойти Фрост, например. Вот я вчера, в воскресенье, точнее, вот баловались, пока не могли стримить, когда нас блочил Фрост. И пытались обойти его. Тафа пытался обойти его, ребят. Но лучше не повторяйте. Это потому, что вас он сразу накажет. Меня сразу, буквально через час забанило. Уже в какой-то 38-й раз, наверное. Ну, вот. Вот то, что и, в принципе, наверное, подтвердились мои слова. Вот мне написал только что Кристину про то, что случилось с командой Баев. У Баев не было видео. И вот просто команда не выходит во второй групповой этап из-за того, что у команды не было видео. Но я считаю, что это тупо. Знаете, это реально тупняк вообще. Нереальный тупняк. Ты идешь, вот 100% выходишь со второго места, и просто из-за видео ты не проходишь дальше. Ну, как так? Ну, несерьезно отнеслись к матчам, ребята. И, в принципе, получили то, к чему шли. Отдыхать теперь будут до следующего года. Ну, по крайней мере, в Intel Challenge. 11-й сезон уже после жесткого празднования. Жаль команду Баев, потому что играли они очень неплохо. И, конечно же, ну, с другой стороны, что? Правила есть правила. Нету видео, значит, возможность была того, что они читерили, не выполнили правила, но вот их наказали. Так, крашит пацанчика, пытается зайти, пытается зайти. Ну, что-то пишет ему на непонятном языке. Та вперед, привет, лол в НХП. Он печальный. А, окей. Так, извините, что так задержим, но не по своей вине. Ок, ок, ок. Все понимаем. Печалька. Да. Ну, вот, что-то случилось вверх, и че-никак он в игру не может зайти. Не знаю, что с ним случилось. Это, конечно, печаль. Ждем. 5-4. Вторая карта. Первая выиграла кислота. За счетом 10-8, по-моему. Или 10-7. А даже 10-6. Ну, и вот сейчас вторая. Вторая карта. Которую мы никак не можем досмотреть. Фух, страшный вопрос. Саф, расскажи про грядущее обновление в ПБ. Ну, я никаких подробностей супер не знаю. Знаю, что обещают демки, обещают, что будет новый интерфейс, возможностей побольше будет. Ну, посмотрим. Ну, посмотрим. Так, почему у Неги на стриме был тега OXZ? Что там случилось? В смысле? Ну, честно, я не знаю, что там случилось. Это ж клана OXZ, он, в принципе, всегда был. Я не знаю. Честно, не знаю. Спрошу. Ну, вроде RockSkiss, нормально все. Я думаю, это какая-то мистика. Так. Да, вот пишут с видео лаги, вот, и не было. Ну, это все та же история. Ну, вот просто, ребят, я просто сейчас вас развлекаю, потому что пытаюсь чем-то развлечь, отвлечь как-то, но, в принципе, пока что нечем. Рава, вам привет от Тафы. Вот, пожалуйста. Тафам привет от Рава, окей. Лол. Ну, просто ждем. Я уже могу тут полазить по всем игрокам, посмотреть, кто... Вот, честно, я в защите думаю, что вот в защите лучше использовать, ну, не этот скин навороченный, а вот, вот, как играет вот Хоппер. Он более темный, его меньше видно. Вот еще, конечно, золотая маска это фан. Тут, ну, должна быть украинская маска. Она самая невидимая, наверное, из всех. Такая вот, фиг, развлечись. Ну, хотя российская тоже удобная под большинство текстур, там, под карту метро тоже неплохая. Вот этот скин более цветастый. Так, ладно, что пишут? Да ничего, пока не пишут. Ребят, ну, видите, не все, не все так смачно, как хотелось бы. Не хватает пятого игрока у кислоты. И мы пытаемся вот доиграть в метро. Я думаю, сегодня может получиться, в принципе, это сделать. Так, президент, дружище, ты вот написал на русском, пиши латиницей. Спрашивают, магазин вернут? Я думаю, нет, зачем его нужно было менять, чтобы возвращать потом. Я думаю, магазин будет таким, какой он есть сейчас. Яблоку привет, я смотрю. Тафф, ты футбол не комментишь? Да, про Evolution Soccer комментирую. Обычный футбол нет. Ну, понимаете, я живу в Украине, и здесь официальные комментаторы все говорят на украинском языке. Жил бы я в России, был бы я россиянином, и бы сразу попробовался комментатором футбольным. Но в Украине для меня эта штука закрыта, так как Таффа не очень хорошо говорит на украинском языке. Точнее, нужна практика. Говорит-то, он все понимает отлично, но вот так, чтобы говорить на другом языке, чтобы думать на украинском, для меня это пока что сложно. Нет практики. Поэтому куда-нибудь на НТВ меня заберите. Таффа, please, ответь, пишет Хохотун. Конечно же, тебе отвечу, что ты писал. Таффа! Да, Хохотун. Пиши мне, пиши мне еще. Делают очень много, знаешь, я вообще прусь людей, которые мне пишут там вопрос Таффа, а можно вопрос? Я пишу да. Таффа, а можно вопрос? И так раз в 10 повторяется. Лучше сразу пишите вопрос. Привет себе от меня. Окей, человечину передал. Почему из КВ кикает? Все ждут ответа. Без понятия, почему кикает из КВ. Меня не кикает ниоткуда. Меня банит просто сурово. Ой, беда. Беда с матчем. Беда. Бегрибы вообще все дружно в магазин, смотрю. Пломанулись. Что-то там рассматривают. Пока почитаю личку. У меня тут еще в личку. Очень много спама прислали. Поэтому тоже есть на что посмотреть. Расскажи анекдот любой. Не запоминаю анекдоты, к сожалению. Скажи, что Toho Online Hero, окей. Можно объяснить правила БО1 поподробнее. У нас БО3, у нас не БО1. В смысле, что объяснить? БО1 это значит, что вы играете одну карту. БО3 это значит, что вы играете до двух побед. То есть минимум две карты, максимум три. Кажется, это летально, пишет Левси. Ну и вот, я даже не знаю, что с этим видео делать. У нас есть первая карта записанная и пол второй. И игрок кислоты не может зайти никак в игру. Ну, а я буду пытаться сейчас что-то узнать. Да, это печалька. Это печалька. Продолжаем ждать. Ну, ладно, я пока вам напомню, ребят, что в любом случае у нас-то сегодня кислоте нужно будет как-то играть все свои оставшиеся матчи. Я не знаю, что у них будет. Потому что, вот, например, во втором туре мы будем с вами смотреть, если я не ошибаюсь, Бегрипов. Ну, да, с Колорс. Ну, а в третьем... Кстати, кислота Колорс, походу, будет. Нет, Бегрип Р2К. Что-то мы здесь неправильно сделали. Либо кислота Р2К посмотрим во втором туре, а, допустим, Бегрип Р2К в третьем. Можно так попробовать. Вот, кислота Р2К тоже можно смотреть. Но будем выбирать, ребят, что смотреть. Потому что вот как-то... Что-то мне три матча Бегрип на стрим поставили. Это, конечно, очень интересно, но... Ну, может быть, и три матча Бегрип посмотрим. В принципе, это тоже реально. Бенефис Бегрип будет тогда. Бегрипы дали игрок... Вот это беда вообще. Бегрипы просто дали только что своего игрока команде кислота. Вот сейчас начнется вообще просто... Жесть. Я бы на месте лол в НХП стрелял бы по своим. Но, к сожалению, в поинт-бланке нельзя стрелять по своим. Поэтому нужно просто не стрелять по чужим. Короче, я нашел решение проблемы. Погнали. Поринг меня спалил. Говорит, что Тафа затащит. Не закодировали мое участие в этом матче. Все, есть у нас игрок. СТ-дабл-дос. Это замена верх. Хочу... Проблема у кислоты. Конечно, жесть будет сейчас. Посмотрим на дабл-доса. О боже, что это такое? Не-не-не, это не сейчас. Да. Ну что, поехали или нет? Я не понимаю. Да что ж такое? Еще три минуты попросили. Все в шоке уже. Особенно команды, которые играют следом. Ла-ла-ла. Могу спеть. Так. Давайте выйдем в лобби. Не, не буду выходить. Хотел почитать, что происходит там в поинт-бланке вообще. Тут очень много троллей вообще. Вот, не знаю, невозможно просто заходить с геймского аккаунта, чтобы там вечером поиграть, пострелять. Просто массовый троллинг происходит. Люди, если вы сейчас смотрите трансляцию, видите Тафу в поинт-бланке, пожалуйста, не задавайте ему страшные вопросы о читерах, о волхаках, о всем угодно. Потому что я об этом ничего не знаю. И помочь вам не смогу. И разбанить акк тоже не могу, если честно. И подкинуть ГП самый бешеный вопрос. Я тоже не могу подкинуть ГП. Ну, продолжается. Здесь я смотрю чаты. Есть общая конфа в скайпе между всеми капитанами. И вот сейчас вроде замену хотят. Замену там просят у судей, игроки кислоты, чтобы доиграть эту встречу. Ну да, да, невозможно. Что-то невозможное случилось у Верхача. В последнем раунде, в начале последнего раунда первой половины, вот второй карты его выкинуло. И вчетвером мы играли этот раунд кислота и все. И после этого минут 15-20 мы сейчас смотрим просто вот на золотую маску мою. Так, тут уже целая пачка приятного Аликса, Киржакову, Саразу, Суку. Суку. Отличный ник. Ну, ладно. Сук, тебе привет. Про ПБ опять захожу. Так. Ой-ой-ой, тут я, видимо, ушел с канала про ПБ. Таффа, ответь, 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 что такое демки? У меня сломался мозг вот этим вопросом. Блин, как вам ответить? Что такое демки? Ну вот, короче, чувак, играешь ты вот 5 на 5, допустим. Сейчас играют вот бэгрипы против кислоты. Хотя я не знаю, что есть такие люди, что не знают, что такое демки. Вот они играют, и вся эта игра записана. Ты просто дома берешь, заходишь в поинт-бланк, качаешь демку, запускаешь ее через поинт-бланк и просто смотришь вид из любых глаз, там, из любого игрока. И просто смотришь повтор, смотришь, как садится команда, как рассаживается, как гранаты бросает. Тупо сдираешь тактики и играешь потом очень круто. Демки это самое важное, что нужно вообще в игре. Знаешь прогу для записи игр? О боже. Прога для записи игр? Я не знаю, плейклавом записать экран нужно. Да, в комедии будешь АСС? Конечно буду. Но с АССом еще непонятная история. Вот украинский АСС будет на этих выходных, а финал пока еще неизвестно, потому что совпадают даты с DreamHack'ом, и АСС хотят перенести. Но есть другие проблемы, но об этом попозже. Ну, наконец-то у нас пошла игра. Итак, вторая половина, бэкгрип, кислота. Напомню, счет 5-4 в пользу бэкгрип, но первую карту ВВГ выиграла команда кислота. Все, стартанули. Начало миссии. И понеслась. Ой, подтвердите переход. Остаться на этой странице. Смотрим, что делает кислота. Им сейчас нужно очень круто играть в атаке. И нужно вытягивать раунд. И СТ погодик будет играть за них. Ох да, минус отливсим. Небольшой разменчик. Прошел так. Там погодик, кстати, может сейчас разорвать. Разорвать домино. Хотя нет, не получается. Тиме не выходит. Погодик тоже не выходит. Спуск. Жучара Полин делает минуса. Ну и 3 в 3. 3 в 3. Ой-ой-ой-ой-ой. Хорошо, погодик делает минус. Видишь, он них придумал вообще. Погодик. Дождик. Солнышко. Так, хорошо. Вот Полинг там вычисляет Ливси. И по-моему, вот там что-то край башки торчит. Либо мне показалось. Бегриф вдвоем. Вот он Ливси. Ой, как он получил сейчас от Полинга. Поезд сбил Тимми. Тимми. О нет, они убили Тимми. Это был поезд. Да что ж такое вообще? Стремная ситуация попасть под поезд в Поинбланке. Это жесть. Тафф, как ты относишься к новой мапе? Не видел. Ну, хорошо, хорошо разыграла сейчас кислота. Все четко. Тут вообще даже без вопросов. Этот раунд был выигран. Смотрим на пинг. Да, тут, тут сейчас, конечно, кислоте будет очень весело. Ну, ладно, давайте смотреть, наверное... За счетом нет. Это вот 5-5. И теперь вообще не ясно, что и как будет происходить. Все очень равно. Ничья. Короче, круто. Круто будет. Халдят, халдит кислота. Вот я сейчас смотрю, куда же они собираются выйти. Но это, видимо, будет все-таки выход вот сюда, на точечку. Ну, Б называется, да? На локомотив я его так называю. Хотя можно его лысым называть, вагоном, как пока есть. Так, размен пошел. Пошел выход от кислоты. Равно. Нет, не равно. Ажучара Майз вдвоем. Вот теперь еще очень хороший минус от Тимми. И Мистер Майз будет играть раунд 1 в 3. Карту смотрим. Ну, знаете, его тут обложили со всех сторон. Его нашли. Он сейчас тут движение на лестнице пытался... Ой-ой-ой, Накла перестрелять. И в это время Тимми сбивает пояс второй раунд подряд. О, Боже, он снова убил Тимми. Сколько можно? Накл и Хоппер вдвоем остаются. Тимми пишет фейл. Я просто не в себе, пишет Тимми. Бывает. Вон, вон, что-то голова торчит. Не попадает. Майз. Ой-ой-ой, Хоппер как нафейлился. Да, и Майз его убил один на один. Сейчас парни доползаются, что Майз возьмет раунд. Бомба была установлена. Ну что, Накл, контакт, Майз, гранату, Накл, гранату, еще гранату. И дави его. Я бы вдавил бы пацана. Но нет, он решил уйти, спрятаться. Пригинается. Что ж такое вообще? Как-то неаккуратно оба игрока. Ну, сейчас четко заиграл Майз. Вообще великолепно он провел этот раунд. Ну, просто красавчик, ничего не скажешь. Кислота выходит вперед 6-5. Вот он и немного неожиданный поворот событий. Но еще, как бы, опять же, рано делать какие-то выводы. Смотрим до конца. Потому что игра... Карта просто непростая. Здесь, в принципе, защита может потащить. Если Хоппер начнет попадать хорошо, то все будет четко. Ну, тут и Левси может справиться с своим инвестием. Правда, не забываем, что у кислоты замена. Тем не менее, парни вот с заменой до 2-0 в атаке начали. Это тоже хорошо. Смотрим за погодиком, куда он крадется на спуск. Пошел двое. Близко был Тимми. Тимми, наконец-то, он сейчас не умер. Смотрим, сейчас поезд должен проехать. В этот раз не зацепил поезд Тимми, хотя рядышком проехал. Конечно. Прикольно, если бы поезд сходил бы с рельса и давил Тимми. Минус от Накла, минус, боюсь, крови. Вот сейчас, скорее всего, по три, повозьмут раунд. Минус от Тимми. Ну, вот все, Тимми отвечает за все поезда. Минус от мистер Майса. Майс и Левси 2 в 4. Тимми забирает третьего. Тимми забирает и четвертого. Минус 4 от Тимми. Вот вам, пожалуйста. Сейчас все хорошо. 6-6. У нас снова ничья в матче. И абсолютно равная борьба. Еще 6 раундов играть. Во второй половине. Ну и, кстати, не забывайте, ребят, что мы можем легко играть овертайм. Легко можем играть овертайм, потому что ничейного счета нас никто не затраховал. Я Хоппер минусует, боюсь, крови. Минус от Полинга, минус Жучара. И, по-моему, сейчас Бегрипы выйдут вперед в очередной раз в этом матче. Привет, Диманус, Алтая, Отклея. Окей, потому что ты просто бешеный спам от парня. Надо передать. Ливси. Ливси на красках. Ой, ай. Ну, короче, он против пятерых. И его просто валят со всех сторон, конечно. Уже закабанили. Закабанили. Домино минус с Мачете. И седьмой раунд для команды Бегрип. 7-6. Непростой матч. Непростой матч однозначно. Мне просто интересно, что будет делать кислота. Давайте на погодика посмотрим вообще. Что это за человечек такой? Новый. Новый для меня. Они, по крайней мере, первый раз вот с этим парнем в игре. И снова он идет на спуск. Граната в район склада. Не пойду. Зорвал Тимми. И пояс сбивает на коло. Нет, надо было взорвать на коло. А пояс должен быть сбить Тимми. Майс. Боюсь крови. Минус на Б планте в это время. И, пожалуйста. Нет, не на Б планте. Они здесь же вышли. Они здесь же вышли. Ближе к складу. Ближе к спуску. Яхопер один. Ну, снова ничья в матче. Походу, снова 7-7. Ой, чей-то пукан торчал. Мистер Майс это был. Получил Мистер Майс. Проезжает пояс. Бомба не ставится. Но, опять же, тут у Яхопера шансов нет. Еще четыре живых соперника. Он уже идет на камеры. Уже идет плен. Здесь, боюсь, крови цити ставят. Далеко все остальные. Сейчас врывается Хопер. Минусует и диффузит бомбу. Он берет раунд. Но он об этом не знает. Не попадает. Все. Знает, что нужно бежать на помощь. В этом эпизоде 7-7. 7-7 у нас ничья. Вот такое вот. Начало миссии. Ну, продолжаем. Продолжаем смотреть за Суперкубком. Десятый сезон. Второй игровой день. Вообще в десятом сезоне Intel Challenge. Играют сегодня группа С абсолютно все матчи. И сегодня мы узнаем по окончании трех туров, кто же пройдет дальше. Кто будет играть во втором групповом этапе. А кто закончит выступление в Суперкубке Intel Challenge в этом сезоне. Домино забирает Ливси. Погодику не удалось выйти сейчас на спуск. И смотрите, какой отпор дает бы грипп. Накл вообще там в дым прошивает постоянно. Не пускает лестницу. Ну и три игрока против пятерых. Ну, в принципе, говорит о том, что... По-моему, бы гриппы могут выйти вперед снова. Хотя Жучара... Подождите, Жучара дает минус. А вот три в четыре. Это абсолютно нормальная играющая ситуация. Ну, нужен минус. Вот Полинга кто-нибудь заберет. Нет, Погодика забрали. Сейчас Жучара с двух сторон могут обстреливать. Да, минус от Тимми. Все, боюсь крови. Один против четверых. И походу это... Восьмой раунд для команды бэгрипп. И, видимо, у нас все-таки будет три тура. Три карты, точнее, в первом туре. Есть такая вероятность. Уже очень большая. 8-7. В пользу, ребят, из бэгрипп. Ну, видимо, пока что... Без Верхи тяжело ребятам. Но... Все-таки погодик вроде тоже ничего так идет. Смотрю, 2-4. Ну... В принципе, это нормально. Ливси дает первый минус. Майс, смотрите, как уже хорошо пробрался. Должь забирать. Домино не попадает. Не попадает. Провал. Вот тут и Ливси не попадает. Полинг, Домино. Выживают. Гранаты под ноги. Ливси, Ливси. Пиксель. Рлот. Ох, чуть не умер. 28. Сприфайером пытался выйти. Поезд. Ой, аккуратно. Бомба уже стоит. Бомба на камерах. И, по-моему... Ну, хотя, подождите. Полинг забрал Ливси. Три в три ситуация. Ну, тут еще равненько. Будем смотреть. Вот, если я Хоппер сейчас попадет, кому-то будет очень интересно. Мне это ему дает гранату. Жучара забрал Домино. Ну, и трудно, трудно выйти. Полингу будет. И Хопперу вот сейчас против троих всегда в точку. Забрали Полинга. Ну, какая-то без замысла как-то выбивали. Где Кемпер, спрашивает. У кого? Ливси у своих. Где Кемпер? Вот Кемпер. И снова ничья. 8-8. Это вторая карта. Ну, и вот сейчас очень интересная игра у нас пойдет. У нас могут быть легко овертаймы и вообще все, что угодно. И третья карта может быть даже сейчас и закончится. Между, по крайней мере, бэгриппами и кислотой. Так, по-моему... Нет, тот же раунд. Тот же раунд. Погодик, боюсь, крови уходит на спуск. Ну, я так называю. Конечно, каждая команда по-своему называет. Ну, а Мистер Майс, Жучаров, по-моему, вот сюда, блин, с вентиляцией выходит. Вообще, пока никто никуда не выходит. Минус от Хоппера. Забирает он Мистера Майса. У Погодика уже 3 хп в спину. Нахло. Да ладно, вообще. Вот стрелял в спину, его сбил поезд. Вот это просто метро. Я говорил, что вот обе команды мне не очень сильно нравятся, если честно, на метро. А в других картах гораздо сильнее играют, но... Имеем то, что имеем. Ну, наверное, мы бы гриппу все-таки брали, метро. Еще минус от поезда. Поезд, по-моему, сегодня фраг-лидер. Он просто вырубает и одних, и других. 2 в 4. 2 в 3. Вот поезд подарил надежду команде Кислота, и те уже тащат. Те уже пытаются тащить. Давайте посмотрим за Жучарой. А где боюсь крови? А вот он. Минус полинг. Что это он там под завиской-то, непонятно. Машна у Кислоты. Они там пока что ссорятся, кто кому инфу не передал. Но ссорятся в чате, потому что вентрила нельзя, потому что игроки доигрывают раунд. Минус от Накла. Забираю Жучара, и вот теперь проблема у боюсь крови. Он один против двоих. Ему нужно тащить раунд. Или поражение вполне реально на метро. Для Кислоты это может быть 1-1 в серии. Ну, вы видите сами. Минус Накла. И один на один. Но у боясь крови 3 хп. Хоппер 110. Хоппер 110 холсов имеет. Ну, давай, боюсь крови. Смотрим, хоппер. Где хоппер? Хоппер недалеко, он смотрит. Сейчас будет человек... Нет. Он не смотрел. Он только сейчас будет смотреть. Вот там будут торчать чьи-то ножки. Да, вот они торчат. И ушли, не повезло. Уезжает, уезжает. План, ты от хоппера беги за ним. Беги, парни, дружище. Давай, давай, давай. Кстати, а он не видел, как боюсь крови сошел? На остановочку. Он, по-моему, не заметил, что боюсь крови направо ушел. Но идет, чекает справа. А боюсь крови уже в трубе сидит. То есть, ну, труба тоже такое место там. А хотя у него же в руках М200, поэтому он его прошивать не будет. И, в принципе, позицию выбрал очень хорошую, боюсь крови. Ну и вот, хоппер уже прочекал все, кроме труп. Он уже все прочекал. А зачем боюсь крови вышел? Ну какой вот зачем? Это нужно было делать сейчас. Ну, просто посиди две секунды в трубе, ты выиграл раунд. Провал. И отлично играет я, хоппер. 4-4 во второй половине. 9-8. В пользу бэгрипов. 9-8. Они выходят вперед. Ну, конечно, вот боюсь крови все сделал идеально. Но потом почему-то последнюю секунду он захотел выпрыгнуть из трубы. Ну. Ну, непонятно. Зачем он это сделал? Может быть, черт попутал. Сам ломанулся случайно. На кнопку нажал, там, прыжок нажал. Я не знаю. Кот помешал. Всякое бывает. Нос почесался. Либо просто натупил. Лився дает минус. У нас либо победа бэгрипов, либо овертайм. Два раунда по три дополнительных. Нет. Три сразу минус от бэгрипов. Погодик и Жучар остаются минус от Погодика. Два в три. Ну же. В склад проходит Жучара. Погодик перестреливается. Поезд забирает домино. Да есть же, как без поезда в этом раунде. Один Погодик остается. Забирают Жучару с М200. По-моему, на камерах. Да, да, да. В районе камеры я хоппер снял. И вот Поллинг сейчас должен забрать Погодика. Да! Это победа. Это победа. И это 10-8 за бэгриппами. 10-6. Первую карту выигрывает Кислота. 10-8 выигрывают бэгриппы. Третья карта. Третья карта. Сейчас будет третья карта. Немножко рекламы, друзья.